Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа. Регион» и я, Кристина Арабина. Здравствуйте. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Чем раньше, тем эффективнее. В Анапе началась вакцинация против вирусов гриппа. О проблемах города и искусства. Мэр курорта провел встречу с представителями творческих профессий. Амброзия – не место на курорте. В Анапе продолжается борьба с вредоносным сорняком. К делу подключились активисты. Киношоку-25. Об особенностях юбилейного фестиваля в эксклюзивном интервью председателя оргкомитета киношока Сергея Новожилова. В Анапе началась сезонная вакцинация. Медики говорят, что готовы к встрече с гриппом, а в том, что она состоится, у них сомнений нет. Специалисты подчеркивают, что прививки делаются в прямом смысле от смерти. Вакцина хоть и не дает стопроцентной гарантии избежать болезни, но гарантирует ее легкое течение без серьезных осложнений. Первостепенно прививаются работники сфер медицины, образования и санаторно-курортного комплекса. Сотрудники детского сада «Колокольчик» пришли на прививку от гриппа. Весь процесс вакцинации взрослых займет несколько дней. Персонал учреждения – 120 человек. В садик ходят около 500 дошкалят. Им также поставят прививки. И если лет 5 назад на взрослых и детей в год приходилось до 30 случаев заболевания гриппом, то в прошлом уже 12, и то в относительно легкой форме и без осложнений. Результат, конечно, очевидный. Потому что каждым годом у нас, которые тяжело переносят именно сам по себе болезнь, таких все меньше и меньше. Потому что, понятно, болеют, все равно заболевают. Но проходят заболевания относительно легче, чем у людей, которые не привиты. В городе прививки получат все работники сферы образования. Около 3000 человек. Вакцинация началась 21 августа. Медики, как говорят сами, начали с себя. Привито 1700 врачей и медсестер, которые находятся на острие атаки. В городской больнице говорят, что готовы. Речь с гриппом и она неизбежна. Вакцина распространяется централизованно. Ее состав ежегодно обновляют в зависимости от того, какие штаммы вируса ожидают. Мы любой вакцинации против вируса гриппа в целом, мы повышаем эффективность иммунной системы, ее реактивность. И любой вирус, даже не имеющий отношения к гриппу, попадая в организм, вирус, вызывающий респираторные заболевания, поправлю сам себя, вот любой вирус, попадающий в организм, он будет получать сразу отпор. Потому что организм готов, организм ждет, у организма есть ресурсы, которые возникли именно из-за вакцинации, именно из-за прививки от гриппа. Главный врач Анапа поясняет, что прививка ставится не столько от болезни, сколько от ее смертельно опасных последствий. В прошлом году все, кто поступил в стационар с осложнениями после гриппа, были непривиты. Для того, чтобы создать так называемую иммунную прослойку, необходимо охватить вакцинации минимум 40% населения. Особенно медики рекомендуют прививать детей. В этом году стоит задача увеличить охват. Вакцинация идет полным ходом. Прививки необходимо поставить до 15 ноября, чтобы организм успел выработать иммунитет. На курорте продолжается полномасштабная война с Амброзией. Сегодня прошел общегородской субботник. Муниципальные служащие, представители молодежного и студенческого советов и просто неравнодушные жители вышли на борьбу с карантинным сорняком. За ходом сражения следила наша съемочная группа. Очередной удар по Амброзии решили нанести сейчас, в период светения. Пыльца этого сорняка сильнейший аллерген. Самый эффективный способ уничтожения – вырывать кусты с корнями. Помимо механической очистки от этого страшного сорняка, еще проводят информационно-просветительскую акцию. Будут розданы на территории города, в районе театральной площади, центральной части, набережной, специально подготовленные информационно-просветительские листовки. Мы будем ходить в дома и говорить о том, чтобы жители неравнодушны были к своей территории. Молодежный десант в этот день высадился по всему городу. Пример оказался заразителен. Стараемся. Правильно. А иначе где заросли, там вот начинаются пакеты высадки. Спасибо вам. Впрочем, были и совсем другие примеры. Сотрудники автомойки, окруженной кустами амброзии, лениво наблюдали за работой активистов. Однако по закону предприниматели, которые зарабатывают деньги, обязаны держать в порядке прилегающую территорию. Призываем не только всех граждан, но и наш бизнес, наши предприятия, которые находятся на территории нашего муниципального образования, уделить этому вопросу максимум внимания и выйти и выкосить всю амброзию, которая растет вокруг объектов и домовых территорий. Если призыв действия не возымеет, владельцу земли, на чьей территории разросся сорняк, будет выписан штраф. Период светения амброзии продлится до октября. Сергей Сергеев встретился с представителями творческих профессий. Анапа живет насыщенно и культурно жизнью воспитывает подрастающее поколение на лучших примерах и традициях русской литературы и искусства. Труд служителей МУС заслуживает самой высокой оценки, отметил глава курорта. В зале композиторы, музыканты, поэты, писатели, преподаватели, библиотекари, многие обладатели почетных званий и лауреаты конкурсов, в том числе российских и международных. Но говорили не о высоком. Сергей Сергеев призвал задавать волнующие людей вопросы и открыто отвечал на них. На слуху проблема вывоза мусора, с которой курорт столкнулся в пик сезона. Глава прокомментировал ситуацию. Немногие знают, что мы вот еще неделю назад стояли на пороге коллапса. Разгар курортного сезона. В суде рассматривается вопрос о закрытии сортировки для твердой бытовых архивов. И нам их просто некуда везти. Все, город, мусорь, ну и сельские населенные пункты даже больше. В большей мере. Где в цивилизованной стране, если аэропорт умешает звалка, а заявитель, транспортный прокурор в защиту аэропорта, безопасности аэропорта, что надо было сделать? Ну, конечно, на аэропорту надо было построить новую звалку и сказать, ребят, вы отсюда уходите, вы мешаете нашей безопасности. Увеличение тарифа – вынужденная мера. Мусор вывозят на полигон Вабинск за 170 километров вместо прежних 40. Компенсировать населению разницу в оплате – справедливое требование к частнику. Но ответа нет, и отстаивать интересы муниципалитета администрации приходится в суде. Удалось выиграть два месяца, не допустив коллапса. За это время определят место для переноса площадки. Кроме того, появилась перспектива построить в городе новый полигон. Для всех людей здесь тариф будет снижен, потому что мы перестанем возить в Америку. И сделаем это за муниципальный счет. А потом выставим на конкурс, и пусть придет бизнес, и платят нам арендную плату. Вам на бюджет. После обсуждения вопросов бытовых все-таки перешли к профессиональным. Педагоги спросили, можно ли расширить первую музыкальную школу. Пианая, фольклорная, академическая пианая на всех инструментах, кроме, вероятно, афро, мы проводим учения. У нас очень хороший эстрадно-симфонический оркестр. В прошлом году он занял первое место в крае. Большое? Да, 30 человек. Народный оркестр, 40 человек. Мы очень часто выступаем в нашей коллективе на хорошую щиту. Глава предложил решить вопрос не пристройкой к основному зданию, а выделением помещений в другом районе города. Директор назвал вариант приемлемым. Мэр также пообещал содействие в приобретении музыкальных инструментов и высказал принципиальную позицию. Не должен быть закрыт ни один социальный объект на селе. Десяти главных сельских округов я говорю так. Если вы потеряете хотя бы один коллектив из отрасли культура, и это будет сделано по вашей недоработке, вы сами будете играть у меня на баяне, плясать и так далее. Поэтому я действительно так думаю. И они видят, что я не шучу. Со слов главы города, работники культуры являются хранителями истории и традиций. Во многом благодаря ауре, которую формируют те, кто собрались в зале, у города-курорта есть круг почитателей в разных уголках России. Глава призвал поддерживать эту связь. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Анапе спокойна. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В сети то и дело появляется провокационная информация о якобы высоких показателях заболеваемости кишечными инфекциями на курорте. Однако говорить о том, что уровень заболеваемости выше обычного или превышает допустимые пороги, нет никаких оснований. За весь период летнего сезона исследовано 1285 проб морской воды. Несоответствия по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям, по паразитарным показаниям и по вирусологическим мы за весь сезон не выявили. Если бы данные факты были выявлены, пляжи немедленно были бы закрыты по показаниям и предписанию Роспотребнадзора. Мало этого, мы в последнюю декаду, когда были усилены эти слухи о вспышечной заболеваемости, связанной с морем, провели еще дополнительно с 20 августа исследовано 84 пробы воды. На все показатели – бактериологические, химические, паразитологические – пробы все соответствуют нормативным требованиям. Санитарные врачи рекомендуют уделять больше внимания личной гигиене. Как пояснили специалисты, в Анапе уже отдохнули более 3 миллионов человек. Все они привозят с собой собственные наборы микрофлоры. У взрослого населения в 80% случаев кишечной болезни протекают без симптомов. Они просто являются носителями и могут передать болезни другим лицам, у которых она уже может проявиться. Мойте руки перед едой после посещения туалетов. Применяйте антисептические средства, которых множество сейчас. Не просто влажные салфетки, а различные медикаментозные в аптеках можно приобрести. И обязательно антисептическими средствами обрабатывайте руки себе и ребенку. Не приобретайте и не употребляйте продукты питания, которые вы видите, что продаются с нарушения и в нарушении всех установленных государством законом. Когда продавец встает на тротуаре, на площадях, на пляже, несет неизвестно в чем, сколько времени, как эта кукуруза сварилась, неизвестно. Через 20 минут на этой кукурузе будет миллиард микроорганизмов. С 3 по 10 сентября Анапа в 25-й раз станет одной из южных столиц кино. Юбилейный открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». Обещают быть зрелищным и интересным. О его особенностях и сюрпризах и о том, как все начиналось 25 лет назад, нам рассказал секретарь Союза кинематографистов России, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Новожилов в эксклюзивном интервью. До этого были на Сочинском кинотабре на первом. Уже к этому моменту прошло два фестиваля «Созвездие». И вот тогда создавался Центр актер. Нами с Ириной вместе возникла идея придумать какой-то новый фестиваль. Время было такое перестроечное, все чего-то хотели нового, обновления. Ну и стали когда думать о городе. Я вспомнил свой приезд в 1971 году в город Анапу. Мы подумали, что это должен быть все-таки южный город. И сказал, Ира, давай вот поедем в Анапу. В Сочи уже есть фестиваль. Правда, я не был 20 лет. И мы тогда в феврале 1992 года прилетели. Был тогда Валентин Дмитриевич Машуков. Пришли к нему. Помню, как мы размещались в гостиницу Анапа тогда. Было леерное отключение. Сейчас, наверное, зрители даже не знают и слушают, что это такое. Выключали свет. Февральские окна. Мы пришли в гостиницу, в которой при свечах сидел администратор, которая почему-то подумала, что Шевчук это мужчина. Хотела нас поселить в один номер. Вот так мы приехали в Анапу. Ледяной ветер. Ира говорит, куда ты меня привез. Но потом мы пришли к Машукову. И вот он сказал, помогать не буду, но и мешать не буду. Ну и на том спасибо. Вот так начинался первый фестиваль. Уже потом мысль назвать его киношонок пришла чуть позже. Потом мы пришли к Виктору Мережко, предложили ему быть президентом фестиваля. С этого все начиналось. Нынешний фестиваль юбилейный, 25-й по счету. Что нового? Чем будете удивлять и что ждать анапчанам и гостям курорта от этого фестиваля? Все программы сохранены. И конкурс полного метра, и короткометражного метра, и киномалышок, и телевизионный сериальный, и амнибус. Столь востребованный сейчас, кстати, вот вам раскрою секрет. Во мнибусе у меня будет моя продюсерская работа в конкурсе, фильм «Валеризма Николая Бурлака». Вот приглашаю вас, по сути, в Россию. Это будет первый показ именно на киношоке. Мне кажется, уже достоинство фестиваля то, что он сохранил все эти свои программы в очень непростое время. Ну и, наверное, поскольку этот фестиваль проходит в год российского кино, то, естественно, все будет посвящено году российского кино. На ваш взгляд, какие фильмы сейчас востребованы массовым зрителям? Я за жанровое кино. Должно быть, видимо, все-таки авторское на фестивалях, но превалировать должно быть жанровым кинематографом, как это было в советское время. По крайней мере, подавляющее количество картин в советский период времени можно было смотреть с семьей, с разными поколениями зрителей, и каждый находил в этом что-то. А сейчас у нас такого кино практически нет. Либо есть откровенно коммерческие картины с юмором ниже пояса, либо вот это авторское кино. Нету фильмов для семейного просмотра, таких как «Та же Москва слезам не верит», условно говоря. Но вот, возможно, экипаж в каком-то смысле такая ласточка этого года. Я не могу назвать другие картины этого года, которые бы поднимались в плане зрительских ожиданий вот так же. Что бы вы хотели пожелать всем тем, кто придет смотреть фильмы? Зрителю хочу пожелать надежды. Надежды и, наверное, все-таки веру в удачу. Для кинематографистов очень важное понятие – удача. Если удача, все остальное приложится. У нас никогда не желают успеха в нашей среде, потому что люди суеверные. А вот в удачу верить надо. А какой погодой курорт встретит киношок, мы поинтересовались у морской гидрометеорологической станции Анапа. И, как заверили синоптики, бархатный сезон у курорта будет. В первой декаде сентября, хотя и возможны дожди, температура воздуха днем сохранится от 27 до 32 градусов тепла. Ночью ниже на 10 градусов ветер не сильный, восточный, с переходом на северо-западный. А вот примерно с 11 по 20 возможно усиление ветра и туман по утрам. В третьей декаде сентября температура воздуха днем опустится уже до 20-27 градусов. Также на протяжении всего месяца будет сохраняться угроза дождей, хотя это маловероятно. И среднемесячное количество осадков ожидается около или ниже климатической нормы. А вот среднемесячная температура воздуха будет немного выше нормы. Так что возможность насладиться бабьим летом будет не упустить ее. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». На этом наш выпуск завершен. Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова